Привет, подписчики Вайнрана. Долгое время он не хотел показывать лицо, и вот пришел момент, чтобы раскрыть его. Но для этого нужно прямо сейчас набрать 7 тысяч лайков, для того, чтобы как можно больше людей узнало об этом. И также расскажу вам одну секретную информацию, которую я... Так, я не понял, что здесь происходит? Пошутили и хватит. Ну-ка, вали отсюда. Ну блин, я только начал. Я сказал, хватит. Всех подписчиков напугал. Ладно, прости. Блин, придется как-то выкручиваться. Привет, ребята, я Вайнран, и сегодня я отвечу на самые главные вопросы обо мне. В том числе, когда я покажу лицо, может быть, даже в этом видео. Так что смотрите до конца. Поехали. Ну что ж, ребята, еще раз всем привет. Я Вайнран, и я решил записать такой спонтанный вопрос-ответ на моем канале. Давно мы с вами так не говорили, собственно. И я решил, почему бы не ответить на самые главные каверзные вопросы, которые вы мне когда-либо задавали. В том числе, когда я все-таки вообще хочу показать свое лицо. И будут ли вообще ролики у меня с вебкой, не с вебкой и так далее. Я думаю, многим эта тема интересна. Так что я думаю, все лайк поставили. Вот. Извините, конечно, за такое начало. Я хотел, знаете, как-то сделать интригу такую, чтобы вы немножко попугались, что это был такой мини-пранк. Вот. Ну, я думаю, все поняли, что это был я. И это был такой маленький розыгрыш. Вот. Но на вопрос я все-таки сегодня обязательно отвечу. И досмотрите до конца все, кто вот, ну не знаю, хочет вообще узнать о том, покажу я лицо, не покажу. И вообще узнать обо мне чуточку побольше. Я выбрал для себя несколько таких крутых ответов. Вот. И буду в процессе того, как мы здесь ходим с вами по парку аттракционов. Смотрите, какие здесь крутые аттракционы. Вот. Давайте я, в общем, сейчас сяду на аттракцион какой-нибудь. Так, ну-ка, лошадка, стой. Куда лошадка поскакала? Почему? Она не хочет, чтобы я на нее садился, представляете? Вот это жесть, конечно. А, вот. Все отлично. Ну что ж, ребята, давайте тогда зачитаю первый ответ. И это такой самый банальный, наверное. Сколько времени тратишь на съемку одного видео? Знаете, ребята, всегда по-разному. На, не знаю, на одно видео минимум где-то час я трачу. Минимум час. Бывает сложнее, бывает легче. Легче, но примерно плюс-минус где-то час-два. Если какой-то сложный проект, да, например, какой-то сериал, то где-то день может быть, да, там, чтобы подготовить что-то. Может быть, 3-4 часа. Ну, то есть, вот так вот это у меня происходит. Плюс на монтаж, на еще что-то. Иногда я просто закидываю музычку, там где-то текст вставляю, еще что-то, и это занимает, ну, не знаю, минут 10. Правда, рендерится долго, но это уже проблемы моего компуктера. Вот. Ну, это такой самый банальный, самый легкий вопрос. Давайте перейдем сразу же к другому. А не хочешь создать канал или на своем канале снимать что-то, кроме Майнкрафта? Ну, например, отвечать на вопросики или еще что-нибудь. Ну, вот я не знаю. Вот сейчас я отвечаю на вопросики. Посмотрим, как это вам зайдет или не зайдет. Если зайдет, то, возможно, что-нибудь еще я запишу такое, где, прям, не знаю, подробнее что-то расскажу, поговорю с вами и так далее. Вот. Ну, как бы я уже пытался делать что-то, кроме Майнкрафта, и как факт, это не очень сильно как-то кому-то нравилось. Так что, наверное, здесь будет только Майнкрафт. Может быть, в будущем, когда я... Ах, это будет спойлер, ладно. В будущем, когда я покажу лицо, я думаю, что где... Ну, может быть, какие-то игры или даже челленджи в реальной жизни я буду снимать. Но это пока... Никому не говорите. Это между нами, кто до сюда досмотрел. Так что, все. Так, следующий вопросик. Почему видео с Крейком редко выпускаешь? Ну, ребята, у меня сейчас учеба. Крейк, как бы, работает. И у нас с ним время не очень совпадает. Вы сами понимаете. То есть, я прихожу с учебы, да. И как-то, не знаю, я либо поздно прихожу, уставший, либо еще что-то. И, ну, сложно как-то сориентироваться. Я думаю, вы все понимаете. Это довольно непросто сделать. Особенно, когда у нас разные часовые пояса. То есть, мы не вместе рядом живем. И это довольно проблематично. Вот. Когда будет лето, ребята, будет больше роликов и с Крейком, и со всеми. И вообще, видосов будет просто тема. И вообще, я летом планирую серьезно заняться Ютубом. Но об этом чуть попозже. Давайте сейчас сядем вот на эту американскую горку и поедем. Ладно. Так. Будешь снимать видео с вебкой? Ребята, самый такой главный вопрос. Покажу ли я лицо, буду ли я снимать с вебкой, стримить с вебкой и так далее. Ребята, я вам отвечу, да. Это будет, но когда, я вам сказать не могу. Приблизительно, наверное, этим летом. Я как раз таки, мне будет уже 18 лет летом, да. У меня день рождения 20 июня. И, собственно, я планирую сделать стрим. И вообще, хочу уже, то есть, жить один. Я купил уже квартиру, и теперь где-то летом я уже буду жить один. И это будет просто, ну, я считаю, это будет большой такой вот мой шаг в жизни. И, собственно, хочу заняться плотно Ютубом. Итак, ребята, блин, сейчас, сейчас, нет, сейчас мы полетим, ребята. Ох, жесть какая, ладно. Собственно, я вам ответил. Видео с вебкой, скорее всего, будут. Они будут летом или, по крайней мере, стрим с вебкой. Я хочу провести стрим и посмотреть, как вам вообще понравится или нет. Если прям реально всем понравится с вебкой, то я буду вообще каждый видос, наверное, с вебкой делать. Но мы потом посмотрим, как и что. Вот, я думаю, ответил на такой самый главный вопрос. Так, ты правда покажешь лицо летом? Ну, блин, ребят, я не знаю. Наверное, да. Я хочу это давно сделать, потому что сейчас на Ютубе это как бы, ну, сами понимаете, на Ютубе сейчас без этого никуда. Все хотят, чтобы показали лицо и так далее. То есть, о, так, а что это, куда это мы? А, это колесо обозрения. Ладно, давайте проканемся на колесе обозрения. Вот. То есть, я считаю, что в наше время уже надо показывать лицо, потому что это, во-первых, очень главное, чтобы зрители к тебе больше тянулись, да. То есть, я думаю, это будет круто. Например, вы будете знать, как я выгляжу, и это, не знаю, это дает много возможностей. Например, я могу посещать какие-то мероприятия, типа Игры Мира и так далее. И связываться с вами, то есть, фоткаться и так далее. Это очень круто, я считаю. Так, когда померитесь с Евгеном, бро? Ребята, этот вопрос просто меня уже, я не знаю, извините, конечно, но задолбал. Ребята, уже сколько времени прошло, и все еще не могут никак забыть. Ну, на самом деле, есть тому причина. Это просто потому, что Евген сделал на меня много роликов, да, там, когда мы с ним поссорились, все такое. Я на него ничего не делал, и, как бы, вопросы ко мне остались. Ребята, я просто говорю, что мы, наверное, когда-нибудь, может быть, когда-нибудь, когда-нибудь, может, мы помиримся, еще что-то. Но, ребят, пожалуйста, не задавайте этот вопрос мне прямо каждый раз. Я надеюсь, вы все понимаете, это, на самом деле, сильно бесит, вот. Но, вот так вот. Так, ну и, почему мало видео, я на это уже ответил, в принципе, потому что у меня учеба, да, я сейчас учусь, как бы, это довольно сложно все совмещать, YouTube и учебу. Но, я говорю, летом у меня есть планы, вообще, как развивать свой YouTube-канал, то есть, как общаться с вами и так далее. Напишите, вообще, в комментариях ваше мнение, вот, про это видео, вопрос-ответ, понравилось вам или нет. И напишите, хотите ли вы, чтобы я делал стримы с вебкой, видосы с вебкой, мне будет интересно узнать ваше мнение. Вот такой вот ролик получился, ребята, спонтанный, но, надеюсь, на большинство ваших вопросов я ответил. И, блин, ребята, я очень рад, что это сделал, потому что давно хотел на это все ответить, и вот, как-то времени не хватало. Но, я решился и сделал. Надеюсь, вам, ребята, всем понравилось. Вы не обижайтесь на меня, то, что я сделал вначале, такая шуточка была, но, как-то вот так вот. Ну, ладно, ребята, спасибо за просмотр, кликайте на видосики, которые здесь появляются. С вами был я, Вайнран, всем, дочери, ребят, всем пока-пока.